Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК-Арена. И в этом выпуске я расскажу вам о персонажах эндгейма. А именно о персонажах с уровнем прокача 160+. Итак, наступил эндгейм на моей игре. И мне теперь приходится прокачивать, выкачивать определенных персонажей. Но опять же, прокачь одного героя требует довольно-таки много эссенции и различных ресурсов. Но кого же качать? Вот весь вопрос. Ведь портрет, если нажать, герою возвышенного уровня, мы видим здесь довольно-таки большую коллекцию. И трудно прям выбрать себе правильную подходящую команду среди этих героев. Но на что стоит сразу обратить внимание? Ну, во-первых, нам, конечно же, придется отказаться от героев легендарного уровня. Единственное исключение, пожалуй, оставит дедушка Орден. Он голос природы. Действительно, у него хорошая способность контроля. То есть, в принципе, его можно использовать даже несмотря на то, что у него 160-й уровень. Это его потолок. И никак его не перепрыгнуть. То есть, исключение, кстати, вот для всех этих героев легендарный уровень составляет мистический лабиринт, где мы можем получить и мифического, и мифического плюс перса легендарного уровня. Также они больше не качаются. То есть, 160, все, помещаем в кристалл, не помещаем. Всего лишь 160-й уровень. Итак, давайте начнем с рейтинга героев. Пожалуй, с самыми такими топовыми героями, это будет пятерка у нас. Люций. Это будет Брутус у нас. Шемира. Так, и из этих еще персов стоит отметить Аталью. Действительно-таки мощная уронщица. И еще, пожалуй, Белинду мы отметим, как основных персонажей. Остальные, в принципе, как бы персонажи чуть-чуть похуже. Единственное, что фракция силовиков хаоса нашего стала, мягко говоря, не у руля. То есть, если ранее мы их использовали, там, брали, к примеру, этого же, да, Варика. Действительно, очень-очень толстый танк. Пока пробьешь его, как бы проходило очень много времени. Сейчас же от него, как говорится, как с козла молока. Вот, единственное еще, кого можно было бы отметить, это вот Антандра. И еще, пожалуй, София. Но тоже у них роли, скажем так, не самые топовые. Поэтому эту фракцию можно рассматривать исключительно в качестве единственного персонажа Брутуса. А далее уже все идут на подстраховке, так сказать, на подтанцовке, простите. Еще отмечу Немору. То есть, она, в принципе, на протяжении всей игры. Действительно, незаменимый персонаж. Хилит всю команду. Довольно-таки приятные перки у нее. И использовать ее даже на последних стадиях игры, я считаю, это очень полезное дело. Ну, давайте посмотрим, как будут выглядеть наши команды сейчас уже. Ну, в данном случае у меня 17 уровень. 17 глава. Совсем вот вчера еще топтался на 16. Сегодня выбил уже Люция себе. И сделал вот такую вот распаковочку-перепаковочку. Так, Хаос против нас играет. В принципе, можно ставить вот такую вот командочку. Белинда у меня по центру. Но исключительно в качестве синергии. Потому как у нее, в принципе, урон хороший. Там и шанс Крита большой. Поставил еще на нее артефакт, который увеличивает этот шанс Крита и ускоряет ее в случае срабатывания. В общем, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Как вы видите, примерно на четверть, на 25% примерно враг сильнее меня по общей мощи. Ну, вот начинает работать Люций. Что он творит? Это просто не описать. Накинул щит на всю команду. Затем подхилил кого-то. Потом не мора подхилила, не мора закинула щит. Ну, как бы тут просто нет слов. Как будто бы проходим не 17-ю главу, но, скажем так, главу 4-ю, 5-ю, может. Такая чисто хрестоматийная ситуация. Выставили пачку, не паримся вообще ни о чем. Бывает, конечно же, да, попадаются противники, которых вот так вот с нахрапом не возьмешь. Бывает даже такое, что вроде и пачка, как бы, ну, максимально возможная, которая у вас имеется. Но при этом первый бой проиграли. Попробовал перетасовал, проиграли. Еще раз перетасовал, проиграли. Иногда помогает перетасовка, иногда не помогает. Но довольно-таки часто бывают проблемы при атаках противника, у которых есть активные навыки контроля. Такие пачки необходимо просто выбивать, ну, скажем так, на удачу. То есть, вас может там сразу на контроль упадет, может и не упадет на контроль. Поэтому, как бы, такие пачки, конечно же, да, случаются. И необходимо их проходить исключительно на удачу. То есть, выжимать максимальный коэффициент срабатывания ваших полезных перков и несрабатывания полезных перков врага. Так, что еще, кого можно вот отметить из этих всех персонажей. Также добавили в команду нам новых персонажей. А именно, носители света. Это Розалина. Вот, и это еще наш один хиллер. Фух, сейчас забыл. Рон, забыл, в общем, как зовут сейчас его. Короче, добавили вот этих вот двух хиллеров. Ну, в принципе, как бы, от их использования толк есть. Ну, конечно же, они у меня сейчас не прокачаны. Поэтому показывать вам, как они, собственно, могут работать, нет смысла. Собственно, маг и поддержка также. Вот, есть. Остальные такие персы в этой пачке, ну, в этой фракции. Фокс. Ну, о нем мы уже говорили. Ну, у него роль идет, скажем так, второго плана, плана поддержки. Опять же, в основной пачке я его, ну, вот, не вижу. Вот, прям вот, в основной пачке. Его можно использовать, там, для прохождения башни короля. Да, согласен, там он тянет прям на все сто. В некоторых ситуациях, когда вот мы против Хаоса играем еще как-то, вот, да, его можно использовать. Но основные персы все же, вот, я озвучил, это Люций. Вот, ну, выкачать его нужно, ну, по-любому. Вот. Вы видели, какой коэффициент у него полезного действия для всей команды. И хилит, и щиты накидывает. И просто попробуйте его пробить. Вот, даже он у меня не докачан, скажем так, 180 уровня. Сейчас нужен герой на корм какой-нибудь. Ну, Розалину, понятно, Белинду я, понятно, что скидывать не буду на корм, чтобы его повысить. Но, тем не менее, как бы, стоит. Стоит его качать и дальше. Так, фракция Носители Света. Еще стоит отметить Лику. Действительно, хороший перс. К примеру, можно вот такую сейчас расстановочку поставить. Раз, два, три. И взять еще Фею возьмем еще. Отлично. То есть, примерно вот такая вот у нас будет расстановочка. Что мы получаем с такой командой? Во-первых, мы получаем синергичную пачку, да, то есть плюс 10 к здоровью и атаке. А это уже довольно-таки приятный бонус. Но Лика сама по себе ускоряет всю команду в начале боя. И дает еще и энергию, которой может не хватать именно на начальной стадии боя. Ну, конечно, здесь как бы разобрали, потому как у меня эти герои сейчас не докачаны. Что Лика, что Фея. Но я вам просто показал, как действует сама пачка. То есть, мы просто взяли и тупо поставили по-другому персонажей. А вот давайте еще сделаем вот так. Смотрите. Лику оставляем в центре, так как если у нее все же сработает суперудар, то она выстрелит стрелами сразу по всем персам. Так, вот такая вот комбинация. Кстати, вот на эндгейме уже довольно часто происходят такие ситуации, когда мы ставим магов, то есть тех же поддержки, тех же магов-уронщиков в передний ряд для того, чтобы получить максимум энергии за счет урона врага. То есть, когда персонаж принимает урон, у нас пополняется энергия. А если пополнилась энергия, что это значит? Это значит, что мы можем использовать свою суперспособность. Но здесь что-то как-то не хотят они вырубать. Как бы ни Шемиру, ни Гришу. Качаются они тут. Такое ощущение, как будто бы времени не хватит забить. Но я думаю, что сейчас все, Гришу забили. И Шемира сейчас пойдет тоже под оттуда. То есть, как вы видите, пачка такая же. Просто взяли, переставили немножко по-другому и получили максимальный коэффициент для этой схватки. Так, что еще, кого, каких героев следует отметить? Безусловно, настает момент, когда нам необходимо правильно подобрать команду для уничтожения босса. Основные, конечно же, уронщики и персы с большим КПД, это будут... Давайте на этой команде просто покажу. Забивать никого не будем. То есть, Шемира, кстати, вот отходит на второй план. Лика со своей способностью, ну, как бы тоже, вначале чуть-чуть стартанули, а дальше что? А дальше ничего. То есть, тоже уходит на второй план. Эффект контроля фази вообще не катит. В итоге из этой команды остаются у нас два персонажа. Немора и Люций. Также стоит отметить Бадена. Ну, если он разойдется, то уже его просто не остановить. А при условии, что и Люций, и Немора будет накидывать щит на его призванных теней, то и теней тоже будет тяжело уничтожить. И, соответственно, урон будет накапливаться за счет увеличения активных персонажей на поле боя. Отсюда же еще отметим, кстати, вот для Вриза хороша будет Белинда. Так, из этих персов, пожалуй, пока здесь все из тех, которые вот у меня имеются. Ну, здесь, понятно, эти 160 уровня, их даже рассматривать не стоит. Так, 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 так. Ну, да, здесь, в принципе, пока у меня остались такие уже. Нет таких персов, которых еще можно было бы использовать в качестве основных для боя с Фризом или Сореном. Ну, поэтому я в данном случае, конечно же, буду использовать для Вриза С-Трильду. Ну, вот, будет довольно-таки качественная команда. Кстати, давайте попробуем забить вот такую вот даже командой. Ну, наверное, не получится. Баден все-таки это не тот перс, который вынес бы всю команду сам. Да, его уже сразу взяли в оборот. Поэтому, собственно, Баден не катит. Ну, здесь, видимо, за счет исключительно фракционного преимущества мы пока что еще одерживаем верх, но, возможно, это ненадолго. Ну, Немора, конечно же, дает, как бы, команде невероятный хил. Он закрывает щитами и буквально дожимаем, дожимаем, вот вы видите, вчетвером безбадленно дожимаем эту команду. Вот такой вот пачкой. Белинда, конечно же, очень мощный уронщик, стоит ее качать. Поэтому пока всеми силами нацелен на выбивание Белинды и прокача Неморы. В принципе, согласен, это не новые игроки, не новые персонажи. Среди новых персонажей, как бы, к ним сложно подстроиться, что ли. И плюс они выпадают не так часто, как хотелось бы. Ну что ж, друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok